доброе утро слышно меня здравствуйте да значит так вот сейчас продемонстрирую свой календарь и так 28 в понедельник в 3 часа зачет для нпмбд необходимо будет прийти это в 299 это прописано пройти тест но и все если человек не приходит то ему ставится неявка понятно математики есть да значит дальше 7 числа у нас экзаменов 2 13.30 в 15.00 13.30 для н.к. и nf а в 15.00 для нп и бд точно также нужно прийти написать тест все на этом информация собственно завершена давайте теперь послушаем доклады последние адрианова мария есть вас не слышно во первых плохо очень слышно чуть громче сделайте свой микрофон или ближе подносите съездить вот теперь слышно теперь слышно давайте шарьте экран что-то у вас не получается зашарить экран экран можете подключить значит будем считать что у андриановой проблемы с подключением бандаренко елизавета давайте вы не здесь да давайте да да видно на весь экран давайте да получилось на весь экран нет вы шарики окно или весь экран а окно на щас я тогда переделаю так моя тема уязвимость нелевого дня что это и как с этим бороться в программном обеспечении часто есть уязвимости безопасности которые злоумышленники могут использовать для причинения вреда разработчики программного обеспечения всегда ищут уязвимости которые необходимо исправить в результате разрабатываются и выпускаются программные обновления однако иногда злоумышленники обнаруживают уязвимость раньше разработчиков пока уязвимость не закрыта злоумышленники могут написать и внедрить код позволяющий ей воспользоваться он называется кодом эксплойта в результате внедрения кода эксплойта могут пострадать пользователи программного обеспечения например вследствие кражи личных данных или других кибер преступлений как только злоумышленники находят уязвимость нулевого дня им нужно получить доступ к уязвимой системе часто для этого используются сообщения электронной почты с применением приемов социальной инженерии это то есть злоумышленники выдают свои сообщения за сообщения от известных легальных отправителей и цель этого сообщения заставить пользователя выполнить определенное действие например открыть файл или посетить редоносный веб-сайт при этом загружается вредоносная программа злоумышленника проникающая в файлы пользователя и выполняющая кражу конфиденциальных данных вот актуальные статистические данные я рассматривала эту тему по Сбербанку по их данным и здесь представлена уязвимость нулевого дня их влияние на безопасность банкоматов то есть вот 85% банкоматов имеют уязвимости из-за устаревшего программного обеспечения и оборудования что увеличивает риски за последние два года количество краж и насилия связано с банкоматами увеличилось на 600% что требует внимания к безопасности влияние на финансовые институты первое это кражи данных клиентов уязвимости могут привести к компрометации личной информации клиентов чтобы влиять на их доверие финансовые потери и штрафы финансовые институты могут столкнуться с большими штрафами и потерями из-за утечки данных ущерб репутации клиенты могут потерять доверие к банку что повредит его репутацию и снизит клиентскую базу ну и далее я расскажу про примеры атак вот это реальные кейсы атака на JP Morgan Chase это банк американский когда были украдены данные 83 миллионов клиентов то есть их адреса, имена, фамилии электронные почты и так далее а в 2019 году была атака тоже на американский банк Capital One это банк который занимается кредитами то есть все кредитные истории 106 миллионов клиентов были украдены методы обнаружения и предотвращения во-первых, внедрение системы обнаружения вторжений IDS называется и он позволяет обнаруживать и реагировать на подозрительную активность в реальном времени обновление и патчинг ПО регулярное обновление ПО минимизирует риски связанные с известными уязвимостями использование машинного обучения алгоритмы машинного обучения анализируют поведение сети для выявления аномалий и проведение регулярных аудитов безопасности аудиты помогают выявить и устранить потенциальные уязвимости систем ну и вот тут были рекомендации для руководства увеличить бюджет на кибербезопасность внедрить новые передовые технологии также регулярные тренировки по реагированию организация учений для повышения готовности к инцидентам но и также проведение аудитов безопасности заключение хочу сказать что уязвимость нулевого дня представляют серьезную угрозу для информационной безопасности однако если следить за обновлениями используя защитные решения и проводить регулярные проверки можно значительно снизить риски все на этом все спасибо за внимание спасибо а вы в сбербанке работаете или это просто так как я в сбербанке не работал мне мама там работает кто-то имеет отношения хорошо да понятно спасибо очень хорошо это презентация сбербанковская да нет эту презентацию я сама сделала красиво красиво да красиво Зайцева Анна Дмитриевна здравствуйте сейчас я включу демонстрацию экрана да ждем видно так да видно давайте презентацию на начало вот так очень хорошо вот скройки еще вот это да угу сегодня я расскажу об эскалации привилегий или шедер атак основное определение эскалация привилегий это повышение уровня доступа к ресурсам компьютерной системы которая достигается за счет эксплуатации ее уязвимости обычно под эскалации привилегий понимают получение злоумышленникам расширенных прав с целью компрометации данных или нелегального использования вычислительных мощностей жертвы подрывная атака или шерер атак это программная технология которая используется хакерами для обхода ограничений безопасности между процессами одного сеанса в операционной системе microsoft windows она опирается на недостаток архитектуры системы передачи сообщений и позволяет одному предложению внедрить произвольный код в любое другое приложение или службу работающее в том же сеансе в результате может произойти несанкционирование повышения привилегий теперь перейдем к справочной информации системе обмена сообщениями в windows 32 windows 32 это 32-разрядные API для современных версий windows а windows API это общее наименование набора базовых функций интерфейсов программирования приложений операционных систем семейств microsoft windows и предоставляется прямой способ взаимодействия приложений пользователей с операционной системой windows приложение в windows полностью управляется с помощью сообщений и при нажатии клавиши в текущее активное окно отправляется сообщение о том что была нажата клавиша и когда windows решает что приложению нужно перерисовать клиентскую область она отправляет приложению сообщения и фактически когда происходит любое событие о котором приложению нужно знать ему отправляется это сообщение и сообщения помещаются в очередь и обрабатываются приложения по порядку это с одной стороны очень надежный механизм управления приложениями однако в windows 32 механизм управления этими сообщениями не совершенен любое приложение на данном рабочем столе может отправить сообщение в любое окно на этом же рабочем столе независимо от того принадлежит ли это окно отправляющему приложению и независимо от того хочет ли целевое приложение получать эти сообщения не существует механизма проверки подлинности источника сообщения сообщение отправленное вредоносным приложением не отличимо от сообщения отправленного Ядром Windows. И именно отсутствие аутентификации, как таковое, оно было использовано хакерами для обхода системы и для внедрения вредоносных элементов кода. Теперь перейдем к последствиям, которые могут быть вызваны share-attack. Так, приложение работает с более высокими привилегиями как раз таки из-за того, что было произведено повышение привилегий пользователей. Приложение отключает или скрывает функции. Несанкционированное закрытие приложения. Целевое приложение использует текст графического интерфейса пользователя для SQL-запросов. И это может быть использовано для классических SQL-инъекций. Целевое приложение использует текст графического интерфейса пользователя для доступа к файлам, что тоже может быть неблагоприятно для обычных пользователей, которые могут попасть под влияние атаки. Обмен сообщениями в Windows. Приложение Windows ожидает ввода. И ввод передается в виде сообщений, которые управляются системой и направляются в соответствующие окна. Далее важно упомянуть еще дескриптор окна. Каждое окно или элемент управления имеет связанный с ним уникальный дескриптор окна, который используется в качестве адреса назначения при передаче сообщений. И проблема, которая состоит в том, что не существует метода определения отправителя сообщения, поэтому любой пользователь может отправлять произвольное сообщение приложения. Теперь поговорим немного о маршрутизации сообщений. Существуют методы. Отправка сообщений в очередь сообщений PostMessage, которая отправляет сообщения в очередь и немедленно возвращается. И процедура отправки в окно SendMessage. Отправляет в Windows.Proc и ожидает возврата. Также очереди сообщений. Имеется единая системная очередь сообщений. Одна очередь сообщений для каждого потока с графическим интерфейсом пользователя. Создается, когда поток совершает свой первый вызов функции GDI. И оконная процедура. Каждое окно создается с помощью оконной процедуры, получает и обрабатывает все сообщения, отправленные в окно, и совместно используется всеми окнами, принадлежащими к одному классу. Примерно так выглядит обработка сообщений с помощью PostMessage и с помощью SendMessage. Теперь я немного расскажу о типе сообщения по параметру. Первый тип. Используется для передачи строки целевому приложению. Данные правильно маршалируются, что приводит к передаче данных целевому приложению. Что значит маршалируется? Маршлинг в информатике – это процесс преобразования информации, данных, двоичного представления объекта, хранящийся в оперативной памяти. Формат, пригодный для хранения или передачи. Обычно применяется тогда, когда информацию, данные, объекты необходимо передавать между различными частями одной программы или от одной программы к другой. Тип 2. Используется для передачи длинной строки целевому приложению. И здесь маршлинг не требуется, и данные используются напрямую, что приводит к установке некоторого значения в целевом приложении. И третий тип используется для перезаписи памяти. Передается указатель на структуру, которая не маршалируется правильно, что приводит к перезаписи памяти в целевом приложении. И теперь я расскажу, как проходил эксперимент Криса Педжетта, который как раз обнаружил эту уязвимость в Windows 2000. В своем примере Крис Педжетт, исследователь в области безопасности, использовал Network Associates VirusScan версии 4.5.1, работающую в Windows 2000 Professional. И поскольку консоль VirusScan работает на его рабочем столе как Local System, а он вошел в систему как гостевой пользователь, цель состояла в том, чтобы заставить VirusScan запустить его код для повышения его привилегий. И это достигается в несколько простых этапов. Первый. Найти подходящее окно в VirusScan. Идеально подойдет поле для ввода и получить к нему доступ. Второе. Удалить все ограничения по длине, которые могут быть в этом поле ввода, чтобы можно было ввести произвольное количество данных. Третье. Вставить двоичный исполняемый код. И четвертое. Заставить VirusScan выполнить специальный код от имени Local System. И благодаря этим шагам Крис Педжетт провел свой эксперимент, обнаружил эту уязвимость и сообщил о ней сообществу в области информационной безопасности. Вывод. Мы узнали об уязвимости Windows, связанной с эскалацией привилегий и ее обходе с помощью Shader Attack. Спасибо за внимание. Вот здесь представлен список литературы. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо все. Давайте теперь Адрианову заслушаем. Здравствуйте. Меня слышно? Да, все хорошо слышно. Давайте. Демонстрацию видно? Да, видно на весь экран. Вот так хорошо. Все хорошо. Давайте. Хорошо. Тема моей презентации – нарушение безопасности доступа к памяти, приполнение буфера и висячего указателя. Хочу отметить, что проблемы безопасности памяти являются одним из наиболее распространенных классов уязвимости программного обеспечения. Данный тип уязвимости известен с 1980-х годов. Безопасность памяти разумевает предотвращение попыток использовать или модифицировать данные, если это не было намеренно разрешено программистам при создании программного продукта. Итак, что же такое переполнение буфера? Это запись за пределами выделенного в памяти буфера. Возникает при попытке записи в буфер блока данных, превышающего размер этого буфера. В результате переполнения могут быть испорчены данные, расположенные рядом с буфером, либо программа и вовсе изменит свое поведение, вплоть до интерпретации записанных данных как исполняемого кода. Переполнение буфера происходит, когда в программе не реализована должна проверка границ буфера. Итак, давайте рассмотрим основные моменты, способствующие возникновению этой уязвимости. Первая причина – это недостаточная проверка входных данных. То есть программы часто принимают данные от пользователей или других систем. И если не проверять размер входных данных перед их записью в буфер, то это может привести к переполнению. Вторая причина – использование небезопасных функций. В языках программирования, таких как C и C++, существуют функции, которые не проверяют размер буфера. И это делает программы уязвимыми к переполнению. Третья причина – это стековая и куча. Переполнение буфера может происходить как на стеке, так и в куче. И в случае стекового переполнения злоумышленник может перезаписать адрес возврата, что позволяет ему выполнить произвольный код. А в куче переполнение может привести к нарушению управления памятью, перезаписи метаданных, используемых для управления выделением памяти. Четвертая причина – это отсутствие защиты компилятора. Теперь переходим к последствиям. Переполнение буфера может иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности программного обеспечения, включая исполнение произвольного кода, утечка конфиденциальной информации, сбои и нестабильность системы, повреждение данных, а также увеличение уязвимости системы. Теперь перейдем к висячим указателям. Висячий указатель или висячая ссылка – это указатель, который отсылается на область памяти, которая уже была освобождена или ее не существует. Возникает, когда объект был удален или перемещен, но значение указателя не изменили на нулевое. И в данном случае он все еще указывает на область памяти, где находился данный объект. В некоторых случаях это может стать причиной получения конфиденциальной информации злоумышленникам, либо, если система уже перераспределила адресуемую память под другой объект, доступ по висячему указателю может повредить расположенные там данные. Висячие указатели возникают по нескольким причинам. Первая – это освобождение памяти. Когда память выделяется динамически, и после использования она освобождается, но указатель, ссылающийся на эту память, остается без изменений. Вторая причина – это изменение объема памяти. При перераспределении памяти старый указатель может стать висячим, если не обновить его для указания на новый адрес в или иной памяти. И еще одна причина – это ошибки в логике программы. То есть ошибки в коде могут привести к тому, что указатели не обновляются или не обнуляются после освобождения памяти. Какие последствия могут быть висячих указателей? Они также серьезные и включают первое – сбор программы, второе – непредсказуемое поведение, третье – уязвимости безопасности, и четвертое – повреждение данных. Теперь я бы хотела поговорить о защите от переполнения буфера. Существует несколько способов защиты от переполнения буфера, которые могут быть реализованы на уровне программирования, компиляции и операционных систем. Первое – это использование безопасных функций. Второе – проверка границ. Нужно всегда проверять границы массивов и буферов перед записью данных. Это можно сделать с помощью явной проверки длины входных данных. Третий способ – использование автоматического управления памятью. Четвертый способ – компиляция с защитными флагами. Пятое – использование адресного пространства. И шестое – использование стековых защитников. Здесь могу отметить применение технологий, таких как address space layout randomization, который усложняет предсказания адресов памяти и делает атаки, основанные на переполнении буфера, менее эффективными. Теперь перейдем к защите от висячих указателей. Для этого можно использовать следующие методы. Первое – обнуление указателей. После освобождения памяти всегда обнуляйте указатели, чтобы избежать доступа к освобожденной памяти. Второе – управление памятью с помощью умных указателей. И третье – использование систем управления памятью. Используйте библиотеки или фреймворки, которые предоставляют безопасные методы управления памятью и защищают от ошибок, связанных с висячими указателями. Четвертое – введение учета выделенной памятью. Используйте методы отслеживания и введение учета выделенной памяти, чтобы выявлять утечки памяти и висячие указатели во время выполнения программы. И пятый способ – проверка состояния указателей. В заключении хочу сказать, что понимание механизмов нарушения безопасности доступа к памяти, таких как переполнение буфера и висячие указатели, является очень важным для разработки надежного программного обеспечения. Мы знаем, что эти уязвимости могут привести к серьезным последствиям, включая потери данных, несанкционированный доступ к системам и выполнение произвольного доступа. Также обеспечение кибербезопасности требует комплексного подхода, который включает не только технические меры, но и обучение пользователей политику безопасности и регулярный аллогик систем. Технологии и методы, направленные на предотпрощение уязвимостей, должны сочетаться с регулярными обновлениями программного обеспечения, мониторингом и анализом угроз. Список литературы. И на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Все хорошо. Так, давайте. Мглинец Варвара Александровна. Есть? Подьярова, Ксения Витальевна. Здравствуйте, я здесь. Сейчас включу демонстрацию. Спасибо. Видно? Да, она весь. Хорошо, все хорошо. Давайте. Здравствуйте. Моя тема – это подделка межсайтовых запросов в веб-приложениях. В мире кибербезопасности, где приложения становятся все более сложными и взаимосвязанными, важно уделять внимание безопасности данных и защите от различных угроз. И вот одной из самых распространенных и опасных угроз для веб-приложений является подделка межсайтовых запросов. И эта тема очень важна, так как уязвимости могут привести к серьезным последствиям, включая кражу данных и несанкционированные действия, ну а также повреждения системы. И давайте перейдем к определению. Подделка межсайтовых запросов или CSRF – это уязвимость в веб-безопасности, которая позволяет злоумышленникам побуждать пользователей выполнять действия, которые они не намерены выполнять. То есть это позволяет злоумышленнику частично обойти политику одинакового источника, предназначенную для предотвращения взаимодействия различных веб-сайтов с друг другом. И представьте, что вы вошли в свой онлайн-банк и оставили открытую вкладку. И злоумышленник может создать ссылку, которая выглядит безобидной. Ну, например, это может быть ссылка на сайт с новостями. И когда вы кликните по ссылке, получается, она автоматически выполнит запрос на перевоз средств с вашего счета. И при этом она останется незаметной для вас. Давайте рассмотрим виды CSRF. Ну, у нас существует несколько видов. Это классический, то есть злоумышленник использует незащищенные формы и ссылки для отправки запросов. CSRF с использованием JavaScript, то есть для отправки запросов в фоновом режиме. И с использованием HTTP-заголовков, то есть, ну, соответственно, злоумышленники используют HTTP-заголовки, чтобы выполнить запрос. Как же работает CSRF? Получается, чтобы атака была возможна, должны быть соблюдены три условия. Это активное действие, то есть в приложении есть действие, для вызова которого у злоумышленника есть причина. Это может быть привилегированное действие, то есть, например, изменение разрешения для других пользователей или любое действие с данными пользователя, то есть, например, просто изменение собственного пароля. Также должно быть условие – это обработка сеансов на основе файлов куки. Выполнение действия включает в себя отправку одного или нескольких HTTP-запросов, и приложение полагается исключительно на файлы куки-сессии для идентификации пользователя, который отправляет запрос. Другого механизма для отслеживания сеансов или проверки пользователей запросов не существует. И нет непредсказуемых параметров запроса. То есть запросы, выполняющие действие, не содержат параметров, значения которых злоумышленник не может определить или угадать. То есть, например, когда пользователь изменяет свой пароль, функция неуязвима, если злоумышленнику необходимо знать значение существующего пароля. Вообще, CSRF могут быть подвергнуты веб-приложения, использующие куки с браузерную аутентификацию или клиентский сертификат авторизации. То есть, по сути, CSRF подвержены все веб-приложения, которые автоматически добавляют аутентификационные данные пользователя к запросу. Давайте рассмотрим пример. Предположим, что приложение содержит функцию, которая позволяет пользователю изменить адрес электронной почты в своей учетной записи. Когда пользователь пополняет это действие, он делает следующий HTTP-запрос, представленный на презентации. И это действие соответствует условиям, которые необходимы для CSRF-атаки. То есть, это действие по изменению адреса почты представляет интерес для злоумышленника. После этого действия злоумышленник, как правило, сможет инициировать сброс пароля и получить полный контроль над учетной записью пользователя. Также приложение использует сессию куки для определения, какой пользователь послал запрос. Других токенов или механизмов для отслеживания сеансов у пользователей не существует. И, получается, злоумышленник может легко определить значение параметра запроса, которые необходимы для выполнения действия. И с учетом этих условий злоумышленник может создать веб-страницу, которая содержит следующий HTML-код. И если пользователь-жертва посещает веб-страницу злоумышленника, происходит, получается, следующее. Страница злоумышленника инициирует HTTP-запрос к уязвимому веб-сайту. Если пользователь авторизовался на уязвимом веб-сайте, его браузер автоматически включит файл сессии куки в запрос. И уязвимый веб-сайт обработает запрос обычным образом, расценит его как выполненный пользователь и жертвой, и изменит его адрес электронной почты. Как доставляют CSRF-эксплойт? Как правило, злоумышленник размещает вредоносный HTML-код на контролируемом им веб-сайте, а затем побуждает жертву посетить этот веб-сайт. Это можно сделать, предоставив пользователю ссылку на веб-сайт по, например, электронной почте или в сообщении в соцсети. И если атака размещена на каком-то популярном веб-сайте, то они могут просто подождать, пока пользователи сами не посетят этот веб-сайт. Нужно обратить внимание, что некоторые простые CSRF-эксплойты используют метод GED и могут быть полностью автономными с одним URL-адресом на уязвимом веб-сайте. И в этой ситуации злоумышленнику может не понадобиться использовать внешний сайт, и он может напрямую передать жертве в вредоносный адрес в уязвимом домене. И в предыдущем примере, который мы рассматривали, если запрос на изменение электронной почты можно выполнить с помощью метода GED, то автономная атака будет выглядеть вот следующим образом. Какие же последствия CSRF-атак? Ну, тут все понятно. Это неавторизованные действия, изменение паролей, перевоз средств, изменение настроек учетной записи, ущерб репутации, то есть это какой-то психологический эффект для пользователей, компаний, кража данных и несанкционированные действия, повреждение системы и так далее. Как же можно защититься от CSRF-атак? Основными являются три способа. Получается, это CSRF-токен, то есть это уникальное, секретное и непредсказуемое значение, генерируемое приложением на стороне сервера и передаваемое клиенту. То есть при попытке выполнить конфиденциальные действия, такое, как, например, отправка формы, клиент должен включить запрос «Правильный CSRF-токен», и из-за этого злоумышленнику очень сложно составить валидный запрос от имени жертвы. Следующий способ – это проверка на основе реферерер. То есть некоторые приложения у нас используют HTTP-заголовок реферерер для защиты от CSRF-атак. И обычно путем проверки того, что запрос исходит от собственного домена приложения, но, как правило, это менее эффективно, чем проверка CSRF-токена. И также можно использовать same-sate cookie. То есть это механизм безопасности браузера, который определяет, когда cookie-веб-сайты включаются в запросы, которые исходят с других веб-сайтов. И поскольку для запросов на выполнение конфиденциальных действий обычно требуется сессия cookie с проверкой подлинности, соответствующие ограничения same-site могут помешать злоумышленнику инициировать эти действия на других сайтах. Вообще, с 2021 года Chrome по умолчанию применяет ограничения like same-site. И поскольку это предлагаемый стандарт, наверное, можно ожидать, что другие основные браузеры тоже примут это в будущем. Вот. Также, кстати, есть способ защиты как использование двух токенов. То есть смысл этого метода состоит в том, что у нас используются два токена. Первый он сохраняется в cookies, а второй в одном из параметров ответа. И в таком случае у нас сервер, получая один из небезопасных запросов, должен проверить оба токена. И в заключении хочется сказать, что ошибки, путаницы, привилегии, такие как CSRF, являются серьезной угрозой в настоящее время для безопасности веб-приложений. И, конечно же, важно уделять внимание защите от этой атаки и использовать соответствующие меры безопасности для предотвращения ее возникновения. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо. Все очень хорошо. Каратун, Илья Игоревич. Морозов, Михаил Евгеньевич. Смирнов, Мальцев, Егор Дмитриевич. Здравствуйте. Меня слышно? Да. Пока нет экрана, не видно. Хочется. Пока нет. Пока нет. Что-то не получается у меня. Давайте к следующему человеку перейдем. Аламе Армис отсутствует. Биг Бузарова. Отсутствует Мальков. Отсутствует Великоднева. Матюхин. Здрасте. Сейчас телесекраном. Окей, я надеюсь, вам сейчас виден весь экран. Да, да. Вот так вот, хорошо, да. Так, в день месяца от Матюхин Григорий моя презентация ошибки в проекте вводимых данных и инъекция кода. Во-первых, что же такое инъекция кода? Важное понятие. Это классы изъимости в компьютерной безопасности, при которых изъимая программа неверно интерпретирует внешние данные, это имеется в виду чаще всего вид пользователя, как часть собственного кода. Таким образом, злоумышленник внедряет или инъектирует, отсюда и название, свой собственный код в программу, изменяя ход ее выполнения. И успешный инъекция кода может иметь серьезные последствия, например, способствовать распространению вирусов или краже данных. И какие же у инъекции кода могут быть цели? Их, в принципе, несколько. Это изменение данных или, в принципе, чтение данных из баз данных или из любого другого хранилища, где программа их хранит, если мы хотим просто их украсть. Мы можем также инъекции кода хотеть установить вредоносное поло на компьютерах. Или инъектировать вредоносный серверный код. Инъекция кода также может использоваться для повышения привилегий. Это, например, чаще всего можно делать эксплуатирование завести в оболочке. Или это может быть атака на конкретного пользователя. Это в данном случае XSS, инъекция HTML или скриптов. Не вся инъекция кода плохая. Существует, если так можно выразить, доброкачественное использование инъекций. Одна из них, ну, это, типа, более как предположение, для чего это можно сделать. Если в нашей программе у нас изменились опять требования в который раз, и мы не хотим просто пересобирать ее, чтобы дать какой-то небольшой функционал, мы можем инъектировать код, например, если мы говорим про веб-приложение особенно, то мы можем самими инъектировать код, который не был предположен в изначальном дизайне страницы, чтобы добавиться к какой-то новому функционалу. Или это может быть в программе, как, например, в Dropbox, добавить компоненты, которые обеспечивают подключение к дополнительным онлайн-ресурсам или оффлайн-ресурсам. Или, что еще, что более, наверное, интересная вещь, это использование динамического линкера для определения функций с тем временем, как, например, так, что определенная в библиотеке Lipsy, подключить эту функцию к библиотеку и переопределить таким образом использование функции Lipsy. Это может быть нужно, если вы портируете вещи на старые операционные системы, на старые компьютеры, где какие-то функционалы не поддерживаются. Говоря об этом, Matt Casey делал относительно недавно одно хорошее видео, где он портировал .NET 2 на Windows 95, и как раз-таки там одна из значительных частей этого проекта как раз была такая вещь с инъекцией кода, потому что большая часть Windows-овских API, которые существуют, например, для работы с Unicode, не присутствовали на Windows 95, потому что тогда про Unicode еще и речи не шло. У инъекции может быть и непреднамеренное использование, если наша программа написана хорошо, но мы вызовем какую-то другую программу, и вот, который пользователь дал нам в нашей программе... Извините, а Unicode – это 90-й год? Да, Unicode поддерживал все равно только API, например, для создания окон, которые использовали ASCII все равно. То есть, типа, там в Винде, потому что они же поддерживали два разных стандарта, там использовались API для создания окон, типа, create window A и create window W, и один из них использовал, типа, только ASCII, другой только Unicode, и поэтому там в других версиях Вины программисты часто приходилось конвертировать. В Windows 95 нету, не было таких вещей, если я правильно помню. И поэтому, когда .NET 2 пытался вызвать Windows API именно с Unicode, он, типа, крэшился. Но это как один из примеров. Другие Windows API, которые просто не существовали в 95-й, нам могли бы существовать в 98-й или ME, типа, для них тоже нужно было переопределять эти же системные вызовы. Такие, я надеюсь, я ответил. Много продолжить дальше. Да-да, хорошо. Соответственно, может быть непреднамеренный свой, чем я говорю. Это если наша программа написана хорошо, она обрабатывает ввод хорошо, но потом передает его в другой программе, и так крэшится. Или, может быть, если мы, наоборот, написали программу плохо, и символ, который нормален для пользователя, например, символ анкерсандовый название компании Shannon & Jason, нами интерпретируется не просто как часть строки, а как условно-гриологический оператор, или что-то в таком духе. Или когда кавычки названия строки мы интерпретируем некорректно. Но, соответственно, непреднамерный свой пользователь, когда пользователь не собирается у нас ничего взломать, у нас ничего украсть. Но большая часть инъекции кода используется в плохих целях. И рассмотрим несколько примеров инъекции кода. Одна из них – это межсайтовый скриптинг. Соответственно, это типы изместива приложений, которые позволяют замочникам внедрить интернационный код. Это обычно JavaScript, потому что он применяется сейчас в сайтах больше всего. Веб-страницу, которая позволяет другие пользователи. Это, соответственно, можно сделать несколькими способами. Первое – использовать так называемый отраженный XSS, где наш вредоносный код находится в... Когда вредоносный скрипт внедряется в запрос, немедленно отражается на странице без сохранения базы данных. То есть если, условно говоря, он находится в ссылке, и у нас есть параметр в ссылке, который как-то на мере некорректно обрабатывается, его содержимое, условно говоря, вставляется на страницу, как, например, вот в этом примере. То есть если наш JavaScript берет параметр Q здесь и вставляет на страницу, просто этот текст, и нормально они экранируют содержимое, то он вполне может давать на страницу нам новый текст скрипта, который выполнится автоматически. Другой вид – это сохраненный XSS, где мы не перед... Это так направлено уже не на одного конкретного пользователя, хотя может быть направлено на одного конкретного пользователя, а может быть направлено сразу на нескольких, и причем нам не нужно всем им присылать какую-то вредоносную ссылку. Мы можем просто сохранить значение нашего скрипта, содержимое нашего скрипта в базе данных таким образом. Например, если у нас есть на странице возможность создать комментарий, и они плохо экранируются, то мы можем написать комментарии с тегом скрипта, которые в итоге будут исполняться программой, когда пользователи зайдут на эту страницу. Соответственно, сохраненный XSS используется чаще, чем отраженный XSS, потому что больше пользователей, которым можно атаковать, и не нужно, как я уже говорил, присылать пользователю какую-то непонятную ссылку или каким-то другим образом нацеливаться на него, потому что умные пользователи могут и посмотреть, куда они кликают. А могут и нет. Или другой вид XSS – это DOM-based XSS. В данном случае уже все равно наш JavaScript, который мы написали, виноват, что он обрабатывает данные в принципе из любых вещей, не только из URL, хотя здесь пример из URL, он здесь такой же фактически, как и пример, который у меня в отраженном XSS. Но наш JavaScript может обрабатывать некорректно данные, которые он получает из каких-то других сервисов, и это может опять-таки встроить нам скриптовый текст в страницу. Другой вариант инъекции кода – это инъекция команд, и здесь конкретно уже больше риск получить эскалацию привилегий. Например, что-то в таком духе, это тривиальный пример, на Basha, где мы сравниваем первый параметр командной строки, и если на районе единицы, то мы выводим на экран, что эта строка совпадает. Соответственно, что мы можем сделать? Это мы можем запустить нашу программу, если она сферена в check.ssh, то мы можем запустить с таким вот аргументом, который сначала выполнит злую команду, нашу evil-команд, и потом вернет единицу. Это выведет нам на экран it matches, но заодно выполнит и evil-команд. Соответственно, это немножко более сложно сделать, чем чем-нибудь похожее на, например, tcShell, потому что, например, там синтаксис условия немножко попроще, там просто if скобочка открывается, условие скобочка закрывается, и список команд, то есть там можно вот просто условия единицы, скобочка закрыть, и что угодно, что мы дальше хотим. В bash это немножко сложнее, ну, по крайней мере, в этом примере из-за именно синтаксиса, который там используется. Или, да, что самое важное, любая программа, ну, любая программа, которая взаимодействует с оболочкой, это потенциально уязвимо к такому типу атаки. То есть если у вас в коде находится одна из функций, которые представлены на экране, или любые другие функции в других языках программирования, которые работают с оболочкой, то задумайтесь, нужно ли это. Может быть, лучше использовать API, если они есть. Или использовать экранирование, то есть библиотеки экранирования, специально для этого предназначенные, но все равно по возможности где-то лучше использовать, лучше все равно полностью отказаться от вызова команд оболочки. API заодно и читать проще. Еще один, наверное, уже менее такой применимый способ инъекции команд – это как минимум чтение, а еще и запись в стек, используя формат строку. То есть, например, в C и в C++ у нас есть функция printf, которая выводит на экран каким-то образом формативную строку, то есть там несколько параметров, несколько аргументов этой функции. Первый аргумент – это строка, которая содержит в себе процент s или процент x или процент d, такого типа placeholder, условно говоря, в который вставляется потом значение переменных. И если мы просто хотим вывести строку на экран, то нам важно помнить, что мы должны использовать безопасную версию, то есть, которая представлена здесь, закомментированная. Потому что если мы просто выведем нашу строку на экран, особенно если мы получили от пользователя, то когда пользователь введет нам сам кучу вот этих вот элементов и матерни, то он начинает читать стек. Потому что printf, когда она не видит, что ей даны достаточно количества параметров, она просто их читает дальше со стека. Соответственно, в данном примере, если мы исхитримся и прочтем стек в правильном месте, то мы можем прочесть пароль, который у нас там был записан в одной из переменных. Но это, честно говоря, это сделать немного сложно, потому что, во-первых, нужно вспомнить, что, оказывается, нужно скомпилировать программу, ну, как минимум, в GCCS, dash-f-no-stack-protector, помимо всего прочего, а еще из-за того, в каких апсетах памяти находятся наши переменные, может изменяться от выполнения программы к выполнению, если у нас какая-то логика там есть более продвинутая, нежели просто чтение ввода, нежели просто переменные чтения ввода и вывода его на экран. Ну, конкретно в этом примере, чтобы 100% получить какой-то результат, что можно сделать, это можно взять GDB, остановиться перед printf, взять memory dump и потом посмотреть, на каком апсете находится наш пароль, и потом использовать, может быть, даже более продвинутый синтаксис для вот этой строки форматирования, который там процент, число, доллар и вот это вот уже S, X, D и так далее, это читает строку hex число или там число и другие вещи, которые printf может вводить на определенном апсете, то есть нам не обязательно нужно ходить, читать какие-то определенные количества сначала hex чисел со стеков, чтобы hex дошел туда, куда нам нужно. Но это, соответственно, сделать еще будет более сложнее с нормальной программой, которая использует себе printf, потому что, во-первых, линкер просто тебе скажет при компиляции, что ты вот это забыл сделать, и уже известно, что это ошибка достаточно распространенной существует, и поэтому линкеры просто предупреждают, что это небезопасно. Соответственно, мы поговорили о том, какие они вообще... А, да, мы поговорили про то, какие они вообще есть, и как мы можем их устранять. Соответственно, я это уже немножко упомянул. Конкретно это применим, наверное, ко всему, это использовать API для вещей, особенно если мы вместо API используем командную строку, потому что, во-первых, API читать проще, в API у нас не будет проблем с экранированием параметров, у нас там не будет проблем, что говорят, нам просто закроют скобочку и вставят какой-то свой собственный, вызов своей собственной функции в оболочке. Также валидация или санитарная чистка вода, например, кодирование вода или экранирование опасных символов, то есть в тех примерах с XSS, как минимум, что нам можно было сделать, это нам нужно было заменить наши головые скобочки на процент LTE точка запятой или процент GTE, не процент амперсант, GTE точка запятой, и, как минимум, это уже превратило бы их интерпретацию как элемент страницы. Также кодирование ввода или установка флага HTTP, кодирование для HTTP cookies, это более применимо уже к XSS, в данном случае это предотвратит весь код, который у нас есть на странице с взаимодействием с cookies, потому что они будут устанавливаться только нашим веб-сервером. Или еще более продвинутые такие вещи, это уже не совсем уставнение лекции, скорее их обнаружение, это валидация хэшей образа программы в реальном времени, то есть мы можем заранее, перед выпуском нашей программы, понаделывать всяких хэшей этой программы в разных этапах выполнения, и во время выполнения программы сравнивать с ними, то есть проверить, что то, что мы выполняем, действительно то, что мы хотим, чтобы мы выполняли. Или использование NX-бита, который отмечает область памяти как неисполняемую, и, соответственно, если программа пытается прочесть оттуда код, то она его не исполняет. Или добавление канареек в стэк, это случайные значения, которые мы знаем, ну, как случайные значения, которые мы распространили в стэке, и мы можем их во время исполнения программы проверять, и если они изменяются, значит, мы замечаем, что кто-то пытался поменять выполнение нашей программы. Или для АПСИ, это конкретный пример, это использовать маскирование указателя на код, что после загрузки указателя на код в регистр можем поменять битую маску к этому указателю, что эффективно ограничит адрес, на который он может ссылаться. И, соответственно, какие у нас выводы, что мы узнали, что такое инъекция кода, и рассмотрели часть уязвимости, которая с ним встречается, как ее можно использовать во благо и во вред. И самое важное, что нужно понимать, это то, что нам важно понимать и знать, как инъекция кода работает, чтобы мы могли придумать и реализовать эффективные стратегии защиты, чтобы оснести верность атака для нас с инъекцией кода в принципе могут быть. Это у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень подробный рассказ, очень информативный. Ну и опять Смирнова-Мальцева попробуем послушать. А он пропал совсем. Ну, значит, будем считать, что не судьба. Ну, тогда завершаем наше занятие. Уже время подходит. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.